12 августа в 1851 году американский портной запатентовал усовершенствованную швейную машинку. На создание новой швейной машины с челночным стежком американский портной Исак Зингер потратил всего 11 дней. 12 августа 1877 года началась всемирная история звукозаписи. В присутствии свидетелей американский изобретатель Томас Эдисон зафиксировал на покрытой воском валик собственное исполнение английской детской песенки «У мэри был барашек». Он продекламировал в рупор диковинного аппарата пару строчек песенки, а потом аппарат голосом изобретателя повторил историю о мэри. Это было сенсацией. 12 августа в 1981 году американская компания IBM Corporation представила первую модель персонального компьютера, положившая начало эпохе современных компьютеров. Первый персональный компьютер стоил 1565 долларов, был прост в использовании и занимал сравнительно мало места. Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути. 19 лет назад в этот день в результате катастрофы, произошедшей во время учений в Баренцевом море, на глубине 108 метров затонула подлодка «Курск». Всего на борту в момент катастрофы находилось 118 человек. Все они погибли. Останки большинства из них были позднее, подняты на поверхность и захоронены. 26 августа 2000 года был подписан указ президента России об увековечении памяти его экипажа. 11 сентября 2000 года одна из горных вершин Центрального Кавказского хребта была названа «Курском» в честь погибших членов экипажа подводной лодки. В этот день, но уже в 2013 году, на всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб 112. Кстати, точно такой же номер работает в качестве экстренного во всех странах Европейского Союза с 1991 года. Инициатором его введения выступила Швеция. А вот номер 911, хорошо знакомый россиянам по западным фильмам и новостным сюжетам, работает только в Америке.